Привет, зрители YouTube-канала «Вечерний Владивосток». С радостью сообщаем, что 27 сентября открыли седьмые Дни Эрмитажа во Владивостоке. Программа рассчитана до 2 октября, и в этот раз она как никогда насыщена событиями от итальянского Ренессанса до легендарных Эрмитажных котиков. Всю неделю Дни Эрмитажа порадуют приморцев путешествиями в мир искусства с детьми и инклюзивными мероприятиями. Посетители даже смогут побывать в Эрмитаже, находясь во Владивостоке. Дни Эрмитажа начались с гашения почтовой карточки. Специальным почтовым штемпелем важные гости отметили несколько открыток, которые отправят к генеральному директору Государственного Эрмитажа и во все центры-спутники музея. Также гости Дни Эрмитажа в течение недели могут взять открытку и бесплатно отправить ее своим близким прямо в галерее. Ну, вообще, на самом деле, вот у нас заканчиваются одни Дни Эрмитажа, да, они, как правило, заканчиваются, и свое окончание происходит и работой той выставки, которая является главной, открывает, как я уже сказала, Дни Эрмитажа. Традиционно она у нас в июне открывалась, но по некоторым причинам в этом году открылась в начале августа. И, конечно, мы сразу уже определяем план, что мы привезем в следующем году, да, в соответствии от этого, какая программа у нас будет выстраиваться. Каждый год мы стараемся брать на вооружение что-то новое, что происходит в Эрмитаже, да, рассказывать о тех направлениях деятельности, которые у нас не представлены. И благодаря Эрмитажу у нас вот так каждый год происходит, в общем-то, как бы, так сказать, рождение каких-то новых активностей. Например, Клуб друзей Приморской государственной картинной галереи тоже родился из опыта как раз Клуба друзей Государственного Эрмитажа. Безусловно, у нас он в несколько ином формате, но само создание клуба нас подвигло на то, что мы посмотрели, как это работает у наших коллег. За эти годы было представлено и Центр работы с молодежью Государственного Эрмитажа. У нас были коллеги и рассказывали про свой опыт работы. Это и современное искусство, с которым работает Эрмитаж. В прошлом году мы представляли и рассказывали, что для Эрмитажа современное искусство, как оно формируется. Это, я уже говорила, выставки разнообразные. То есть, собственно, вот в этом году акцент на детских программах, тоже я сказала, потому что у Эрмитажа большой опыт работы и с детской аудиторией, и постоянно какие-то новые появляются такие направления. То есть, во всех аспектах деятельности мы стараемся ориентироваться на наших коллег и брать на вооружение то, что можно применить здесь, в Приморской картинной галерее, в практике. Вот, поэтому для нас вот эта программа, она каждый год, естественно, уникальная, формируется под те задачи, которые мы для себя ставим, вот, в том соответствии с выставками, с темами, которые задаем. Поэтому вот после окончания дней практически в конце года мы уже будем напечатать, какая будет программа будущих дней Эрмитажа. Если бы мы начинали просто выставку, да, потом появилась лектория, потом появилась библиотека, в этом году много реставраторов приедет, и приедут, ну, вообще говоря, ведущие реставраторы, вот Эмитаж Иванович Мулкель, это вообще один из, наверное, уникальнейших людей, который, в данном случае он будет рассказывать не только про реставрацию, но и про инклюзию, это абсолютно новая тема, но приедет Коробов, это заведующий реставрацией живописи, это, ну, это на самом деле великие художники так вообще-то, потому что реставратор – это человек на грани техники и искусства, да, так сказать. Кроме того, мы впервые вот привезли фотографии, тоже такой интересный, интересный тема. Тут нас все время спрашивают про котиков, это бесконечная история, и, ну, она принадлежит Эрмитажу, поэтому тут все на самом деле хорошо. Впервые сделали такую, вон он, котик, кстати, идет. Вот, впервые, ну, вот, связано с фотографией, плюс, что еще у нас? Школьный центр покажет, как работаю с детьми, да, то есть поделиться опытом. Ведь не только мы что-то рассказываем, нам тоже рассказывают. Это всегда очень важно, когда какой-то обмен. Поэтому очень много в этом случае приехало, и это хорошо, мне кажется. Тема, обширный, круг интересов. Я думаю, что в следующем году еще будет больше, потому что появятся какие-то темы, которые возникают в процессе этих разговоров. Волонтеры, да, как их учить, какие там давать привилегии, что они могут делать, что они могут. У нас очень большой клуб волонтеров, вот будет рассказ, будет с ними видеосвязь, расскажем. Поэтому Эрмитаж на самом деле очень многогранен. Ссылку на программу «Дни Эрмитажа во Владивостоке» разместим в описании под этим видео. Меня зовут Валерия Гайдукевич, подписывайтесь на наш канал, включайте колокольчик, ставьте лайк под этим видео и делитесь им с друзьями. Субтитры сделал DimaTorzok